ПЕСНЯ Ну вот мы очередной раз посещаем место расстрелов военного периода первых дней войны в Дроздах и наблюдаем печальную картину того, что за все эти годы послевоенные единственное, что удалось сделать местным властям, это поставить вот этот памятник. Впервые это захоронение было обнаружено в 44-м году с той комиссией, которая расследовала преступления фашизма, в частности в Минске. В 96-м году спецбатальон Министерства обороны провел здесь обследование и еще раз констатировали, что это ров порядка 300 метров находится, и около него тогда поставили этот памятник. И на сегодня главная проблема общественности, те, кто фактически обеспокоились таким бесхозяйственным или, как бы сказать, беспамятством, что ли, добиваемся того, чтобы сама могила была обустроена, каким-то образом обозначена, чтобы не было такого, как мы говорим, бытового, что ли, вандализма. К сожалению, вот его положение этого захоронения таково в городе, что оно не попадается на глаза руководству, начальству там и так далее. И вот в результате то состояние, которое мы здесь видим. Во-первых, заходит само поле на часть могилы, мы уверены, потому что вот в 97-м году, когда, так сказать, обнаружилось вот это захоронение, значит, при посадке, при очередной, значит, весенней посадке были обнаружены останки. И вот с этого момента начались, значит, восстановления памяти о том, что здесь происходило. В это время западные наши части были разгромлены, солдаты отступали на восток, причем три армии, которые были, так сказать, окружены в Брестском котле, в основном разгромлены. И остатки отдельных солдаты шли на Минск, считая, что, вот я лично считал, что Минск не может быть сдан немцам так быстро. Был занят, но мы, например, спешили в Минск и пришли под Минск, порядка 5 июля я был под Минском, 12 километров. 12 километров мы еще считали, что Минск наш. И вдруг неожиданно нам со стороны Минска вышли танки, мотоциклисты немецкие. И мы были просто огорошены этой новостью. В результате, так сказать, никакого сопротивления оказать не могли. Солдаты были голодные, невооруженные. И порядка 400 тысяч было пленено вот под Минском. Определены охранные зоны этого места. Соответственно, не проведены проектные работы по обеспечению его обозначения хотя бы. Пусть это были бы просто насаждения какие-то с табличками, что вот это братская могила. Но, к сожалению, этого нет. И вот хотя бы добились только того, что сюда перестали ездить прямо по могилам. Ездили мусоровозы и сбрасывали там мусор. Ну, в лучшем случае это можно назвать недоумением. А в худшем случае это, так сказать, ну, это просто преступление против памяти человеческой. И сейчас я поражен запущенности и тому невниманию со стороны властей к памяти, так сказать, тысячи солдат, отдавших жизнь за победу. Вот в прошлом году приезжали. Удалось тогда вытащить сюда руководство райисполкома. Сказали, да, вот подсокали языками. После этого появились вот эти таблички, но вы сами видите, в каком это все состоянии. Сама могила по-прежнему не обозначена. Должна стоять хотя бы какой-то памятная стелла или памятный даже такой рекламный щит, на котором бы всем было написано, что граждане, остановитесь, преклоните колено. Здесь вот захоронены эти ни в чем не повинные люди. Сударство наше, вместо того, чтобы тратить колоссальные деньги на парады, на фейерверки, могло бы выделить очень маленькую часть от этой суммы и здесь поставить хороший монумент в память о тех людях и о тех событиях. Мы должны помнить в первую очередь об этом. Но мы сами можем это сделать? Ну, в принципе, можем, но... Мы можем сделать, поставить вешки. Но государство обязано взять на себя эту обязанность. Понимаете, в чем дело? Тут ведь вот это... И сделать из этого захоронения достойное место, чтобы люди могли сюда прийти. Ведь я уверен, что минчане, вот те минчане, которые с поколения в поколение здесь живут еще с довоенных времен, я уверен, что кто-то из их близких здесь покоится. Просто из 6 тысяч не может не быть минчан. Если завтра война, если завтра погод, пусть сегодня свободу готов. Если завтра война, если завтра погод, пусть сегодня свободу готов. Продолжение следует... Продолжение следует...